Его рост И лицо его при этом сияло от радости Когда посланника Аллаха что-нибудь радовало Лицо его озарялось и становилось подобным кусочку луны И мы узнавали об этом по его лицу У Альбара спросили Было ли лицо пророка похожим на меч? И он ответил Нет, наоборот, оно было подобным луне Его волосы Сказал Анас ибн Малик У пророка салаллаху алейхи вассалам Были большие руки И я не видел после него подобного ему И были его волосы волнистыми Не очень курчавыми И не абсолютно прямыми Его глаза Джабир ибн Саму рассказал У посланника Аллаха салаллаху алейхи вассалам Был большой рот У него было немного красоты в белках глаз И у него было мало мяса на пятках Благоухание его пота Сказал Анас ибн Малик Однажды, зайдя к нам днем Пророк салаллаху алейхи вассалам Лег поспать и вспотел Тогда к нему подошла моя мать с бутылочкой И стала собирать в нее пот Проснувшись, пророк салаллаху алейхи вассалам Спросил Ом Сулейм, что это ты делаешь? И она сказала Это твой пот, который мы добавляем в наше благовоние Ибо он является самым благоуханным благовонием Печать пророчества На спине между лопатками у него Салаллаху алейхи вассалам Четко виднелась печать пророчества Которая была похожа на родимое пятно Передают, что Джабир ибн саму рассказал И я видел на его лопатке печать пророчества Размером с голубиное яйцо Напоминавшую своими очертаниями его тело Как его чтились подвижники Сказал Амр ибн аль-Ас Не было человека, которого я любил бы больше Чем посланника Аллаха салаллаху алейхи вассалам И которого оставил бы выше него И я почитал его столь глубоко Что не смел даже взглянуть на него А если бы меня попросили его описать То я не смог бы сделать это Ибо даже не смотрел на него пристально Сказал Урва ибн насуд ас-сакафи Описывая посланника Аллаха салаллаху алейхи вассалам Курайшитам в день Худайби Клянусь Аллахом, я не видел ни одного царя Которого окружение почитало бы так Как сподвижники Мухаммада почитают Мухаммада Клянусь Аллахом, если он сплевывал И капли его слюны попадали на ладонь кого-либо из людей Этот человек обязательно растирал их по своему лицу и коже Когда он повелевал им что-нибудь Они спешили выполнить любое его веление Когда он совершал омовение Они были готовы сражаться друг с другом За оставшуюся после этого воду И если он начинал говорить То они замолкали перед ним И они не смотрели на него прямо Проявляя особое почтение к нему Его нрав с Аллахом Абдуллах ибн Аш-Шихир рассказывал Мы сказали посланнику Аллаха Ты наш господин На это он ответил Господин это Аллах Всеблагой и Всевышний Тогда мы сказали О самый достойный и великий из нас Пророк сказал Говорите слова ваши Но будьте внимательны в своих высказываниях Чтобы сатана не увлек вас Его отвага Али ибн Талиб ради Аллаху Анху сказал Когда сражение усиливалось И две группы сражающихся встречались в битве Мы искали защиты Приближаясь к посланнику Аллаха И никто из нас не был ближе к врагу Чем он Его богобоязненность Пророк сказал Клянусь Аллахом Поистине я больше вас боюсь Аллаха И больше вас остерегаю сего наказания Лучший отношением к семье Пророк саля Аллаху алейху ассалям сказал Лучшие из вас это те Которые лучше всего относятся к членам своей семьи А я лучший из вас отношением к своей семье Его стыдливость Абу Саид Аль-Худри ради Аллаху Анху сказал Посланник Аллаха Саля Аллаху алейху ассалям Отличался большей стыдливостью Чем девушка сидящая за занавеской И если он видел что-нибудь такое Что было ему не по нраву Мы замечали по выражению его лица Выбор легкого Айша ради Аллаху Анха сказала Когда бы не предлагали посланнику Аллаха На выбор одно из двух дел Он неизменно выбирал более легкое Если только оно не являлось греховным А если было бы в нем что-то греховное То он держался от него дальше любого из людей